Жизнь и не нужно ни о чем заботиться. По сравнению в Молдове, мои родители работали всю свою жизнь. У них там дипломы за дипломами, вообще такие образованные люди. И все равно им настолько тяжело там найти работу. Не только найти работу, но просто у нас особенно государственные работы вообще оплачиваются никак. Здесь государственные работы как-то считаются очень престижны. Ну, люди здесь по-любому жалуются, но я им говорю, слушай, сиди и не жалуйся, и радуйся, и будь счастлив. Хорошо, почему у меня в Молдове родители работают, получают там какие-то копейки в каждый месяц, еле-еле считают, стараются за себя заплатить, стараются. Я никогда не жалуюсь, у меня всегда все считают, что было, но у нас сто процентов не было такого, что здесь в Америке у людей по три машины, и они еще считаются бедными, или, не знаю, как бы, я считаю, что мы жили в тот достаток для нас, но по сравнению с Америкой здесь это считается очень бедным. Так, и самое нелюбимое, то что я считаю, что иногда не все люди, но здесь люди, они не понимают и не ценят то, что у них есть. Там, допустим, мне своих друзей нужно постоянно уговаривать пойти куда-нибудь там. Пойдемте посмотрим на Голливудский сайн, знаете, когда там это над горой написано «Холливуд». Пойдемте посмотрим в Америку, пойдемте в Сан-Франциско, посмотрим на мост. Для них это «Да шо, пошел мост, видел, сто раз уже видел этот мост, зачем? Идете в мост». Для меня это шок. «Ты что? Ты же здесь живешь, что такие красивые места, города, вещи». Для нас это такая мечта, просто там быть, сфотографироваться, не знаю, увидеть. Для них это «Ну и что? Ну и пошел, я лучше пойду в молоку, куплю себе новые джинсы». Но это не все. Я не хочу «generalize» говорить, что все такие, но много из моих друзей они такие, к сожалению. Анжелика говорит «Ну наконец, расскажи о самом переезде, как и почему, как ты адаптировалась, родители, как дальше развивалась и пришла к Ютьюбу». Приезд я очень быстро адаптировалась к этой культуре, так как я всегда хотела здесь жить. И не знаю, я такой человек, что мне очень легко адаптироваться под любую культуру. Я как хамелеон, можно сказать. Конечно же, я все равно наполовину русская, наполовину мазапанка. Это все равно в моей крови. Но мне очень легко адаптироваться к культурам, выучивать язык, жить здесь. И поэтому мне было очень легко. Я как бы через 6 месяцев мне уже...